Дорогие друзья! Сегодня 16 декабря 2023 года. Мы начинаем последнюю отборочную игру к финалу нашего замечательного музыкально-интеллектуального клуба «Что, где, когда». И сегодня играет команда Евгений Морозовый. Сегодня играют игроки, которые не нуждаются в представлении, как они думают. Поэтому сегодня играют Морозовы. Ильина Суховер, Ашин Новожилова. И они подписали лучшие. Вот сегодня мы это и проверим. Потому что играют родители команда. Самая титулованная команда нашего клуба. Самая образованная, самая знающая, самая любящая музыка, ходящая по театрам, по музеям. Пока мы репетируем. Ну что же, тогда мы, да, коротко обойдемся без больших вступлений. Играем штуки, когда музыка, игра на шести очков один раз за игру. Зал может помочь команде. Я надеюсь, что так произойдет. И ответить на один вопрос. Желаю вам успехов. Вы давно не играли, да, по-моему, год не играли. Ну вот, соберитесь, накидывайте версии к капитану. Желаю вам успехов. Вопросы у вас очень интересные. Ну и на этом я объявляю первый раунд. Аккуратно крутим волчок. Первый раунд. Да, можно подольчик крутить. Номер пять. Номер пять. Так уху неправильно предложили. Что неправильно? Номера. А, у нас номера, да. Номера у нас совсем неправильно лежат. Вот и как мы будем играть? Переигрываем. Ну можно и так оставить. Ну давайте так оставим. Как положили, все равно номер пять. Поехали. Номер пять. Вот что значит год не играть. Номер пять. Ну давайте. Хороший вопрос выбрал волчок. Первые строчки этого стихотворения звучат так. Гнутся ветви мохнатые, вниз головкам детей. Блещут бусы богатые, переливом огней. А теперь внимание вопрос. Процитируйте, пожалуйста, или напойте. Первую строчку пятой страфы этого стихотворения, которая является первой строчкой хорошо известной вам песни. А почему совсем другой ритм? В лесу родил, а тут блещут. Там это первый вариант стихотворения. Первый вариант, да. Ну это точно, я просто недавно прочитала, я тоже удивилась. Нет, ну давайте на всякий случай вспомним детские новогодние песни еще. Так надо пятую строчку. Расскажи, Снегурочка, как дела? Если бы вы встали в хоровод, не так. Ну значит, ну все, уговори. Ну пусть будет в лесу родилась елочка как раз. Это, наверное, оттуда и взять. То есть первая строка пятой строкой можно, наверное, так и... Вряд ли мы другие будем считать и знать, да? То есть пятая строка вот это все? В лесу родилась елочка. Ну отвечай тогда. Света, отвечай. Нет, надо пятую строчку. Пятую строчку мне нет. Первая строчка пятой строкой. Пусть будет в лесу родилась елочка. Пусть они все отрезали и оставили. А, ну, тогда в лесу родилась елочка. Ответила Светлана Ильина. Эта песня в лесу родилась, известная нам, как в таком варианте, как в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Процитируйте первую строчку пятой страфы. Так, уже обсуждение, все. Процитируйте первую строчку пятой страфы. В лесу родилась елочка, но, скорее всего, там в лесу она росла. Это коллективный ответ, еще раз. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Стоп, строчка закончилась. Внимание, правильный ответ. У нас волчок удивительный выбрал такой вопрос в игре предновогодней. Правильный ответ. В лесу родилась елочка, и все. Но мы не будем придираться, еще раз. Правильный ответ. ЖТ-1-0, хорошее начало, крутим волчок. Второй раунд. Номер 2. Номер 6. По порядку идем. Какой номер в итоге? 2. Вообще 6, мне кажется. Номер 6 тогда. Играем 6. Что играем? 9, значит 9 играем. Внимание, вопрос. Четвертая отборочная игра и четвертый вопрос с переводом. Переведите на итальянский язык. Молодец. Браво. Нет, молодец. Браво. Браво. Бумут был этот счет. Браво. Ну то есть что-то, как хвалят, как и шалер. Я в крови. По фильмам сейчас буду вспоминать, командам. Браво это свой смелый, что-то брейд по-английски, да? Это сильный, брейв сильный, да, по-английски? Смелый. Силый. Молодец, да? Сильный. Молодец или молодец? Молодец. Молодец. Что с музыкой должно быть связано? Браво, брависимо, брависимо. Браво, брависимо, браво, брависимо. Браво, брависимо. Браво. Юрий, ваша версия. Я согласен, что ты веришься. Молодец. Ну что еще? Как могут еще? Хвалить, миларханка. Ну ты бы на концерте сказал. Ну да, молодец. Да, да, молодец. Ну значит браво, все, очевидно, все, отвечайте. Мы готовы ответить. Прошу. Мы думаем, что это браво. Первая команда, которая правильно ответила на вопрос с переводом. Учитесь, салаги. 2-0. Это правильно, молодцы. Браво. Итальянский молодец, это браво. То, что кричат на концертах, но не нам. Да, в зарядье один раз там кричать. Браво, это значит молодец. Мы кричаем. Мы один, два. Один раз в зарядье. Как минимум два. Да, у нас нет других концертов. Мы только позарядим. Третий раунд. Номер два. Вопрос, который не выпал команде Данилы Обухова, мне кажется, легкий вопрос. При счете, да, 5-4, выпал сложный, а вот этот не выпал. Внимание, вопрос. Назовите одним словом четыре фамилии, которые в сборнике «Историческое досье XX век. Великие люди о других и о себе» идут между Берегей и Блоком. Какие-то организации, какая-то на букву «Б». Почему? Диссиденты? Одно слово, потому что нужно. Между Берием и Блоком. И четыре фамилии. Четыре фамилии, какие-то можно объединить одним признаком, одним каким-нибудь. Е, Е, Ж, З, И. Там, допустим, Би. Четыре фамилии, одно слово. Музыканты, может быть. Короче, Би, скорее всего, потому что гласная там такая. Берия, Бетховен. Одно слово, объединяющее четыре фамилии. Ну, музыканты все, наверное. Би. Ну, там Би между Берией и Блоком. Плохие слова, которые поздноу. Бетховен, а как? Там что, на одно слово названо? Берлёс. Да, одно слово, которое объединяет из четверых. Би. Классики. Да нет, это не одна фамилия. Четыре фамилии, это одна какая-то фамилия. Типа, грубо говоря, «могучая кучка». Ну, грубо говоря, что-то на Би. Ну, может, это все одни музыканты, просто там четыре музыканта и идёт просто. Битлз? Битлз. Битлз, конечно. Всё, да. Ты не заморачиваешься, отвечай, молодец. Мы считаем, что это Битлз. На последней секунде вы всё-таки дошли. Что такое четыре музыканта на Би? Это, конечно, группа Битлз, правильно. Три ноль. Нет. Нет. Ну, что, тринадцатый сектор близко. Мы вам положили туда самый сложный вопрос. Отлично. Да, из всех. Ну, поехали, может, отыграемся чуть-чуть. Четвёртый раунд на три ноль. Я так не считаю. Вы считаете? Пожалуйста. Как так? Красивый, по порядку. Тринадцатый сектор. Ну, судя по Битлз, как сейчас обсуждали, я думаю, что будет непросто. Итак, внимательно слушайте. Слушайте внимательно. Вопрос Владимира играет в тринадцатом секторе в осенней-зимней серии. Итак. Он был робким и смущенным. Постоянно приходил в замешательство. Но стоило ему выйти на фехтовальную дорожку, как он наносил сопернику удар за ударом и поражал его. А вечером, приходя на работу в театр, он накладывал грим, тени и выходил на сцену к своему роялю. Его прикосновения к клавишам рояля делали звук сочными и яркими. Внимание, вопрос. О чем речь? О чем задал вопрос Владимир? Вы должны ответить четыре раза и обосновать свой ответ. Время. Четыре раза ответить? Фехтование. О чем? О чем? Это не человек. Франция, Италия. Ну, фехтование, как правило, да? Переходил в театр, накладывал тени. Тени, кроме как на человека. Куда-нибудь можно еще наложить? Если это что, а не кто. Литературный. Кто в театре играл? Капитан Фаракас было произведение, он и фехтовал, и играл в театре. Я просто к чему-то как-то связать можно. Автор не помню. Хотя он был... Какое-то освещение. Он был робким. Не, он был смущен. Вергост, накладывал, как про человека сказать, да, сложно. Юрий. Робки все звуки думают. По глубокой задумчивости. Фехтовальная дорожка. Вытехтовальная дорожка. Капитан приходил в театр. Четыре ответа. Битлз. Фехтовальная дорожка. Да. Фехтовальная дорожка. Фехтовальная дорожка. Это не может быть в каких-то прожекторах. А почему робки смущенные приходили в мешательство? Замешение какое-то. Так, подожди, нам ответить. Видите, четыре раза надо ответить. Ну что, я даже вообще не могу. Нет ответа. Когда у нас нет ответа, у нас отвечает Сергей Морозев. Крамской. Иванов. Иванов. Я не знаю, наверное, глупость. Я просто... Если... Хорошо, я отвечу. Атос, Фартос, Арамис и Дертанья. Вот все, что... Потому что Франция, фехтование, звуки... И как-то это может быть связано с музыкальными темпами. Трисном или стендом. Внимание, правильный ответ. Вопрос, на мой взгляд, сложный. Не знаю, почему Владимир считал. Легкий. Значит, четыре раза надо было ответить, потому что это понятие относится к четырем различным состояниям, скажем так. Рогкие, смущенные, приходить в замешательство, это тушеваться. Фехтование, наносить удар сопернику, это тушевать. Накладывать тени на глаза от слова тушь, тушевать и способ приготовления, прикосновения, простите, а также нажимы, удара клавишам фортепиано, влияющие на силу и окраску звука, это тоже тушевать. Владимир задал вопрос о тушевке. Красивый вопрос, но сложный. Три одиннадцать. Да, счет размочил. Да, ну вы знаете, что мы в семнадцатом секторе укладываем сложный вопрос, если остальные, в принципе, да, несложные. Итак, три одинн, мы начинаем, какой, пятый раунд, крутим волчок. Номер восемь. Внимание, вопрос. Фамилия какого русского композитора напоминает сложное минеральное образование, тождественное по своему составу и сложению илу? Время. Так, представляем. Глинка, глинка, глинка. Блин, наверное, был досрочный. Ну, давайте еще перечислить. Ну, глинка, да. Давайте, поехали. Будем, Кира отвечает. Мы считаем, что это глинка. 4-1. Это Михаил Иванович Глинка. Учитесь, как играть надо. У кого был вариант глинка? Так, были, да? Это у Петра или Чайковс? Да, Боже, Иванович Чайковский. Какой здесь густой чайковский, Петра. Кофе. Да, распространенный напиток. Ладно, ну, как-то да, все быстро. И я смотрю, что сложные вопросы как-то прикрыты. Да, до них далеко по ходу игры. Но будем надеяться, сейчас что-то тоже размочим. Крутим, волчок, шестой раунд. Номер 6. Вот теперь 6, да? Александр Дюма, сын. Дама с камелиями. Гюго. Виктор. Король забавляется. Уильям Шекспир. Отелло. Внимание, вопрос. Назовите фамилию, объединяющую эти произведения. Время. Дама с камелиями. Король какой-то? Нет? Нет, это не какой-то исполнитель. А Дама с камелиями какая опера? Или балет. Я вот сюжет даже Дама с камелиями не помню. Или балет или опера. Нет? Нет, Отелло. Ну, я... Если есть какие-то оперы, я не знаю. Ну, вот я говорю, если опера, то Дама с камелиями это какая опера? Я даже не могу сказать. Я тоже сюжет не знаю. Я и Король тоже не знаю. Слушай, давайте, окей, Отелло. Кто пел в Отелло? За кого кто пел в Отелло? Идут то, что мы знаем. Кстати. Ну, вот я говорю, вот у меня что-то по 4, а она это... Я понятия не имею. Нет. Да, он Спартак написал. Отелло, уряд. Дай минуту, потом возьмем, потому что интересное. За чьи? Ну, мы не знаем. А у тебя есть минута? Нет. Так, подожди. А кто сделал? Ну, Шаляпин. Я в них просто Шаляпин от Балды пришел в голову, потому что... Ну, Шаляпин, хорошо. Кто еще? Там уж Тателло, не знаю почему. Юрий? Мне кажется, кто-то из персонажей объединяет. Вряд ли про мужик. Мне кажется, кто-то какой-то композитор. Или композитор. Время! Ваш ответ. Без упуждения. Ну, мы ничего не придумали, мы решили, что, наверное, какой-то исполнитель пел партии во всех этих произведениях. Пусть они будут музыкальные оперы, допустим, это будет Шаляпин. Федор Шаляпин. А вам предлагали помощь зала, между прочим. И чтобы зал ответил. А мне кажется, что это композитор Верди. Тревиата, Регалетта и Отелло. Отелло, это вот точно, что Верди. Спросили, кто написал вовремя. Это Джузеппе Верди, 4-2. Я про вас как разом думаю, вы 13-й. У нас теперь можно кричать, что есть помощь. 4-2. Так, ну не так уже. Хорошо. Да. Великолепно вы выиграете. Ладно, молодцы. Все равно двигались в правильную сторону. Сражались. Седьмой раунд. Крути, волчок. Крути. Благодаря. Один. Номер один. Тоже вопрос, который не выпал в команде Данилы Обухова. Он заболел сегодня, но вот послушает, какой вопрос ему не достался. Внимание, вопрос. Какую общую деталь в творчестве гениальных композиторов прошлого Дворжика, Малера, Бетховена, Шуберта и Шумана отмечают современные астрологи? Эта деталь, по их мнению, подчеркивает талант авторов. Время. У всех есть Лунные. У всех есть Лунные. У Бетховена есть, у Малера тоже. А у Дворжика не знаю. Ну, если у двоих есть, то и у третьей. А как ответ будем формировать? Общая деталь Луна. Луна, то есть они писали... Астрологи, звездные небы, пожалуйста. Там же вопрос, как звучало. Какая общая деталь? У Малера есть? Гипоэт есть. У Малера не знаю, у Бетховена точно. У Бетховена я точно. У Дворжика, у Дворжика, по-моему, такие про Луны. У него очень мутное творчество, поверь мне. У него очень тяжелая музыка. Хорошо, какая еще может быть деталь? Деталь, инструмент какой-то, вряд ли. Но с астрологией связано. А может, знаки Зодиака, может быть, они там все писали какие-то произведения. Они все были козероги, но вряд ли. Может, они все были по одинаковым, по знаку Зодиака. Общая деталь в творчестве. То есть это либо какое-то произведение, либо какой-то предмет общий. Либо они в период обострения все писали. Бетховен же глухой, может, они все глухие тоже были. Нет, нет, нет. Так, время кончилось. Повторите, пожалуйста, вопросы, ваши ответы. Тогда не обсуждаем. Какую общую деталь в творчестве гениальных композиторов прошлого, Дворжика, Майера, Бетховена, Шуберта и Шумана, отмечают современные астрологи? Мы считаем, что речь идет о Луне. У всех творчеств есть обращение к ученицам. В зале есть версии? Интересно. А, то же самое? Луне. Внимание, правильный ответ. Для Дворжика, Майера, Бетховена, Шуберта и Шумана девятая симфония была последней. Они все написали ровно по девять симфоний. Счет 4-3. Запомните, запомните. У многих композиторов по девять симфоний даже считалось это проклятием. И композиторы даже боялись писать девятую, сразу писали десятую, да. После восьмой. Восьмой раунд. Крутим, молчок. Соды к радости, конечно. Номер 10. Очень хороший вопрос. Вот он. Вот он. Ромен Гари, военный летчик и дипломат. Также известен как писатель. Впервые в истории получивший две ганкуровские премии. Я не спрашиваю у вас его настоящее имя. Внимание, вопрос. За одну минуту скажите только, какой романс звучал у него на похоронах? Это Экзепери точно. А вот что у него за роман звучал, я не знаю. Это Винцент Гориде, это Экзепери, да. Это Экзепери. А какой у него француз? Француз. Ну он тоже немножко такой своеобразный был. Товарищ? А он в каких годах? С 40-го? Нет, подожди, он Великой Отечественной. Великой Отечественной. Какое там что время? Экзепери? Да. А он разве не пропал в пустыне? Ну вот он пропал. А как и похороны тогда? А вы точно верите, что это про Экзепери? Я думаю, что это Экзепери. А какие варианты еще? Военный летчик и дипломат. Я просто композитор больше не знаю ни одного. Если Экзепери, то никакого. И француз, именно француза. А, ну может быть так и есть. Именно француза. Я просто не знала его подлинный имя. Роман Гори. Это точно tourists. Экзеперий Гори, да? Я просто не знаю ни одного писателя, и военного летчика. Гори это французская же, правильно? Был он дипломатом Экзепери. По-моему, нет, военный летчик Роман Ролан, нет Роман Ролан Скажите, что Хороший вопрос Вам надо отвечать, потому что Время закончилось А Юрий попробуй Давай, Юрий, попробуй Давай Давай Мы считаем, что это В зале шумно Тишина, я не слышу Еще раз, Юрий Еще раз, повторите, пожалуйста Шумно Мы считаем, что этот человек Также здесь под именем Антон На его похоронах Не звучало никаких романсов Потому что похорон не было Он пропал в африканской культуре Кто-то правильно спросил А был ли экземпляр дипломатом Раз он был дипломатом Он и спросил Ну, внимание, правильный ответ Звучит правильно Гори-гори-гори Моя звезда Он взял псевдоним От этого романса И завещал Исполнить его на похоронах Счет 4-4 Можно похлопать Ну, а мы начинаем Девятый раунд Номер 12 Девятый раунд Девятый раунд Разновидности этого пасьянца Носят следующее название Ковер Трудный путь Галерея Четыре дороги Наиболее сложным И виртуозным Считается пасьянц В котором используется Только одна масть Внимание, вопрос Чьим именем Названы все эти пасьянцы? Время С пиковой дамой Не связаны Типа С чьим именем? С чьим именем Чайковский тогда Если пиковый В голову приходит Пасьян с косынкой Ну, смотрите Одна масть С одной мастью Пиковая дама Ну, я тебе говорю Да, да, только Чайковский Приходит на луру Чайковский, получается А еще пример Сдавайте, да На то просто Вообще глупо, да Пасьян с именем Чайковского Пасьян Чайковского Ну, просто давайте Оттолкемся от одной масти На этого не пасьянцев Нам ни о чем не скажут Что мы еще Какие-то словосочетания Устойчивые, может быть, есть Вот про одну масть Пиковая дама Олибрето Разве Чайковский написал? Пушкин? Пушкин, да Олибрето Пушкин написал А, тогда Пасьян А, и тогда скорее Пушкин ближе к карту, да Чем Чайковский Да Постоевский тоже Очень азартный был Ну, как бы он-то что Он вообще Какой-то чему Не, ну там Там азартные игры На деньги в казино были У него Да, он же там просаживает Там не пасьянцы Да, там не пасьянцы Он только играл в рулетку Ну да, и карта тогда ближе к Пушкину, да? Я думаю, да Пушкин тогда, да Вопрос такой Надо отвечать Да, бойся добры На поле Повторите, пожалуйста, вопрос И Юрий ответит Чьим именем названы Все эти пасьянцы? Собственно, вопрос Все те виды, которые я сказал Относятся к этому названию Просто самый сложный Где одна масть? Подумайте и скажите У нас есть версия, что Их объединяет Название Пушкин Пушкин Почему, да? Игра про музыку Про поэта Можно было, да Сказать, что музыкант Вы обсуждали Чайковского Я слышал Есть Картежники Есть версия-то у вас? Нет Может, это Вивальди Вивальди Еще есть варианты? Цвета Внимание, правильный ответ Самый сложный Где одна масть? Эти пасьянцы Названы именем музыканта Который Когда-то сыграл На одной струне Это Паганини Пасьянц Паганини Счет впервые Не в вашу пользу 4-5 По-моему, из 4-1 Да? Мы дошли Все-таки 4-5 Похлопайте Три вопроса Мне кажется Сложный один из них Тот, у которого больше шансов Ну, посмотрим Крутим, волчок Десятый раунд А он подошел 4-4 Моя надеюсь Так Надеюсь, будет мой любимый счет 5-5 Рождение в персидской семье Булсара Мальчика по имени Фарух Было ничем не примечательным событием Зато смерть его стала закатом яркой звезды И черным днем в жизни многих людей Внимание, вопрос Под каким именем знаем его мы? Это Фарид Булсара, Фредди Меркурий, группа Пэйн Я не сомневался 5-5 У вас одна минута на последний вопрос Да, давненько не было такой игры напряженной У вас минута в запасе У вас помощь зала Здесь Максим Андреевич молчит Ничего не говорите Так что все шансы Если вы выиграете То в январе придется собираться на финал Если проиграете, финала не будет Когда вы выбрали? Объявляю на решающий раунд 11-й раунд Круть и молчать И тут перелест перелетел 11-й вопрос Но она останется вам на финал, я надеюсь Номер какой у нас остался? 3-й 3-й Эта песня была написана в 1955 году И сразу завоевала любовь народа В конце лета 1964 года В судьбе этой песни Произошло событие Связавшее ее с некой радиостанцией Которая называется морским термином Внимание, вопрос Назовите эту песню Подмосковные вечера Маяк Давайте обсуждать Подмосковные вечера Подмосковные вечера В зале есть версии? Максим Андреевич Максим Андреевич Внимание, правильный ответ У нас уже был вопрос Про эту песню Связанную с всемирными играми Молодежными Спортивными И это подмосковные вечера Вы победили Поздравляем вас И в январе мы сыграем финал Спасибо за игру Такой вопрос еще надо было выбрать вам Про елочку еще Понимаете, как совпало все Ну, короче, мы по-любому Мы не вытянули вопрос с тушью В туше это очень сложный Погонение, мне кажется Ну то, что не взяли, то и не взяли Нет, нет, могли бы вытянуть Вопрос какой был Ну, это С Гори-Гори С Гори-Гори Могли бы вытянуть вопрос С, господи, с Регалетом Нет, с Соперами С Соперами Верди, да, нам Верди могли бы взять Еще версию уже Продолжаем штудировать Да, про Верди, кстати, удивили Прям удивили Ладно там, но от Элло Было Верди Ничего страшного Все впереди Мы будем стараться Спасибо Всем Спасибо Спасибо Членов команды За достойную игру Очень было приятно всех увидеть Уверен, что они в последний раз В январе играем в финал Договоримся Там, как-то, субботу Вот И сыграем Обещаем, что приедем Придем на следующую игру Еще несколько раз Неправильно ответим Но победим Готовьтесь Два вопроса сложных осталось У вас красивых вопросов Но таких Остальные обещают, что выберут простые Да Да, ну На мой взгляд Вы сегодня должны были Где-то 6-2-6-3 выиграть Но я ошибся Все-таки Верди Верди думал Вы должны были брать Вы из душе могли вытянуть В душе я не думал, что возьмете Верди еще Ну про Битлз было бы удивительно Да, Гори Но он тоже так я думал У всех в языке это крутилось А мы просто если сказали бы Гори, Гори, моя звезда Без объяснений Просто там либо Роман с военной какой-то Ну сложно А только фамилия То есть надо будет Так что это был Этот дипломат в итоге Это был то ли Лейбниц То ли Хейхиц Какой-то в общем Надо посмотреть Неизвестный Это не Экзипери Нет, это не Экзипери Широко неизвестная личность Нет, он известный Он получил премию гангуровскую Две премии получил Вот Экзипери по-другому Вместе Экзипери он Да Это разные люди Это разные люди Почитайте Спасибо Все, счастливо До свидания Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok